МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Это наша победа! Это нужно сберечь». Донецк завершилось общественное обсуждение по выбору места установки памятного знака. Аллея трудовой славы на проспекте юных пионеров набрала наибольшее число голосов. Управление главного архитектора администрации Самара проанализировало наиболее популярные предложения жителей, учитывая высокий статус стела, особенности территорий и наличие подземных коммуникаций. Самарцы предлагали в качестве мест установки транспортной развязки на московском шоссе, на въезды в город. По мнению специалистов, это ограничит свободный доступ к памятному знаку, на котором можно будет прочитать о сути звания «Самара – город трудовой доблести». Также среди предложений аэропорт Курумыч, Комсомольская площадь у железнодорожного вокзала и район Беземянки, куда в годы войны со всей страны были эвакуированы десятки оборонных заводов. Вот на эту тему я сегодня говорю с членом Общественной палаты Российской Федерации, сопредседателем регионального штаба ОНФ в Самарской области Павлом Александровичем Покровским. Здравствуйте! Ну что же, Глеб Алексушин, доктор исторических наук, считает, что памятный знак должен быть установлен на Беземянке, и для жителей Куйбышева, конечно, именно Беземянка стала символом победы. Павел Александрович, скажите, пожалуйста, вот вы присоединяетесь к этому мнению, либо считаете иначе? Вы знаете, я считаю, что нам, конечно, достаточно было трудно разговаривать вообще, в принципе, о локациях установки вот этой замечательной стеллы, которая будет также в 20 городах Российской Федерации находиться. Но мне хочется отметить, что все-таки мы в первую очередь сейчас разговариваем о том, что нам нужно сформировать шорт-лист из 10-12 точек, за которые каждый из жителей, подчеркиваю, Самарской области, не только города Самары, но и Самарской области, уже отдаст свой голос, и мы тогда на этапе именно всенародного голосования выберем вот эту точку. Я со своей стороны хочу сказать, что в моем душевном понимании, конечно, трудовая доблесть, она, конечно, сосредоточена там. Причем я хочу отметить, что, может быть, немногие зрители наши знают, почему это было связано именно вот с Беземянкой. Потому что в довоенные годы велась очень активная подготовка к строительству ГЭС. И ГЭС планировалось поставить в районе управленческого, собственно, отсюда и название управленческий. А энергетический комплекс был сосредоточен вот именно в довоенные годы, это уровень 37-го года, был сосредоточен вот там, как раз на площадке, где у нас сейчас Беземянская ТЭЦ находится. И там были огромные площади, предназначенные для хранения, разгрузки и дальнейшей транспортировки, и, соответственно, сборки частичной узлов агрегатов, которые бы стали основой для ГЭС имени Ленина сегодня, да, которая находится в Жигулевске, то есть Тольятти-Жигулевск. И, соответственно, когда, ну, так случилось, что наступили военные годы, то получается, что в Куйбышеве площадка, наиболее подготовленная для приема огромного количества предприятий, огромного количества жителей, она была максимально подготовлена именно Безымянкой. И поэтому Безымянка, она стала гостеприимной. А, и железнодорожные пути, то есть легкость подвоза, логистика, разгрузка, то есть все, что там нужно было, там все было сосредоточено. Мало того, там еще были специально предусмотренные, ну, улицы такие, свободного как бы расположения, для того, чтобы там размещать людей, кадровый ресурс. А я хочу отметить, что, конечно, Советский Союз, он в военные годы, в первые месяцы, из прифронтовых территорий, извините меня, он перевез, мало того, он перевез более 20 тысяч предприятий, крупных промышленных, и 25 миллионов жителей переехали. И у нас, по-моему, на начало 41-40-е годы мы до 400 тысяч жителей не дотягивали, Куйбышев. А у нас в сентябре 41-го года вообще-то уже проживало 700-800 тысяч. 250 тысяч, да. И поэтому получается, что все-таки для меня, как человека, который любит город, который интересуется его историей, конечно, безымянка, вот та часть города, она, конечно, однозначно является сосредоточием, трудовой, мощной вот этой вот нашей вот как бы потенциала, который был, да, который был реализован. И сегодня, если мы разговариваем о том, что нужно отметить, конечно, я говорю о том, что это город Самара, это Самарская область, потому что мы все принимали участие. Но при этом все-таки я тоже для себя локацию считаю, что это где-то вот там, да. Да. Но вот все-таки какие главные критерии, которым должно соответствовать место установки памятного знака Стелла, Самара, город трудовой доблести? Ну, с точки зрения наших городских властей, вы в начале передачи сказали о том, что по предложению нашего главного архитектора города прозвучали это, соответственно, чтобы это было недалеко от транспортных путей, это, соответственно, коммуникация. И, кстати, вот, коли мы заговорили еще о железнодорожном вокзале, о той вот площади Комсомольской, где, в частности, если говорить именно о точке, где сейчас находится вот этот памятник, накрытый стеклянным куполом локомотива, вот там по поводу коммуникации-то вообще-то все сложно. Все сложно. И они вот по этому формальному критерию, они, конечно, четко не подходят. Для меня критерий только один. Первый критерий – это чтобы это было возможность подхода наших жителей, потому что я считаю, что мы этой стелой в обязательном порядке будем гордиться и пользоваться для того, чтобы мотивировать наше подрастающее поколение, для того, чтобы у нас была вот эта вот правильная передача исторического знания о жителях города, о их вкладе в дело Победы, о том, каким образом мы формировали. И самое главное, сегодня формируем экономическую привлекательность региона, потому что можно гордиться городом, можно гордиться всем, чем угодно, но при этом, если у тебя в семье нету средств, то, собственно говоря, это будет как бы не совсем продуктивно и позитивно. И поэтому мне кажется, я когда, ну, например, говорю о своем ребенке, о своих детях, я, конечно, в первую очередь с ними говорю о том, каким образом они могут приложить свою выбранную специальность через школу, через высшее учебное заведение для того, чтобы в дальнейшем обеспечить экономическую, как минимум, независимость своей будущей семьи. Поэтому необходимо, чтобы мы могли своих ребятишек туда привезти. Конечно, желательно, чтобы туда была удобная логистика транспортная и автомобильная, потому что у нас все-таки большое количество сейчас автолюбителей. И, конечно, мне кажется, что это место, оно должно все-таки иметь и быть, в принципе, определенным комплексом. То есть не обязательно, что это грубо в поле стоит стелла. Мы понимаем, что это великолепное, что эта стелла будет стоять еще в 20 городах. Но чтобы это все-таки был комплекс, потому что мы приехали, мы могли прогуляться, пройтись, возможно, там даже предусмотреть, ну, может быть, это будет несколько странно вот от меня прозвучить, но мне кажется, что там, может быть, была возможность, ну, например, посидеть, поесть мороженое. То есть, ну, дети, что мы можем? Отдохнуть, да? То есть прогуляться, может быть, посмотреть какие-то современные достижения Самарской области. Нам есть чем гордиться. Нам есть чем гордиться. И здесь плавно вытекает, что вот, например, доминантой является стелла, город трудовой доблести, город Самара, Самарская область. Все-таки, Павел Александрович, какое место эксперты нашли вот наиболее подходящим? Вы знаете, я, наверное, давайте небольшой инсайт для наших зрителей сделаю, но только вас попрошу, уважаемый товарищ, никому не говорить. Значит, у нас есть скрытая достаточная информация, и я вам пятерку сейчас назову. Юных пионеров Кирова более тысячи голосов. Юных пионеров Воронежская тысяча голосов. Московское шоссе, Ракитовское шоссе тысяча голосов. Московское шоссе Аврора 900 голосов. Пятое место, Московское шоссе 22-го партиезда тоже 900 голосов. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что наше... Вообще, в принципе, здесь было рассмотрено 12, 17, 30, 29. 29 было точек рассмотрено, предложение наших граждан. И наше вот, как бы, собрание занималось тем, что мы вот из этих 30 пытаемся сейчас предложить 10, 12, ну, все-таки вот 10, а потом все-таки 12 цифр появилось. И об этом рассказывают. Но это говорит о том, что, в принципе, жители Самарской области показывают, ну, примерно, что, действительно, это район Кирова, это юных пионеров, то есть это аллея трудовой славы, это примерно туда. Причем, я хочу отметить, что вчера у меня был разговор с заслуженным строителем Российской Федерации Константином Марковичем Ушамирским, почетным гражданином города Самара, который, в принципе, сказал о том, что вот он с большим бы удовольствием проголосовал за Московское шоссе и 22-го партиезда. То есть, что, говорит, нужно, конечно, локацию чуть-чуть тянуть сюда, чтобы здесь и метрополитен был. И с этим я тоже соглашусь. Потому что, может быть, вот те голоса, которые звучали на нашем совещании по поводу того, что, а может быть, это вообще, ну, уж Самарская площадь, площадь Устинова, то есть, может быть, вот так, чтобы вообще было удобно. Согласен, удобно. Но мы это рассмотрим на всенародном голосовании. Но все-таки, конечно, если говорить о статистике, то статистика показывает, что это все-таки, ну, район безымянки, ну, статистика. Но все-таки место будет определено рейтингом голосованием наших горожан. Вот есть ли сейчас у вас информация, когда все-таки это состоится? У нас мероприятие было на прошлой неделе. Мы взяли 10 дней, то есть до конца вот этой текущей недели. И в районе 14 августа, наверное, будет определен, ну, я уж такое слово, шорт-лист скажу. И потом мы вынесем это на всенародное голосование. Механизм будет это интернет, это возможности через наши социальные учреждения, то есть никакой массовых каких-то посещений, конечно, мы не будем обеспечивать. Но при этом мы все равно даже вот по предварительной нашей работе увидели, что люди очень заинтересованно себя показали. И следующий вопрос все-таки. Сегодня, после, например, 1 июля, мы четко увидели, что у нас граждане очень компетентно и грамотно работают с интернет-ресурсами. Это правда, это правда. А сегодняшние технологии, они четко позволяют сказать о том, что у нас, например, повторное голосование с одного IP-адреса, а у нас, ну вот мы берем наш мобильный телефон, но там один IP-адрес. То есть ты два раза по одному адресу невозможно. Поэтому, ну вот, как бы, это не очень сложная программа, но она уже применена. И поэтому я думаю, что, во-первых, будет возможность всем высказать свое мнение. И второе, конечно, когда мы составим рейтинг, может быть, из трех, может быть, из пяти, я не знаю, как это будет принято окончательное решение, и придем в конечном итоге к одной локации, конечно, это будет локация, которая будет устраивать, ну, не всех, так по крайней мере, такое конституционное большинство граждан Самарской области. То есть мы сделаем так, чтобы это было всем интересно, и чтобы все могли почувствовать, ну, часть себя в том, что мы выбрали вот это место. Спасибо большое. И сейчас предлагаю ненадолго прервать наш с вами разговор и посмотреть видеосюжет. Внимание на экран. В годы Великой Отечественной войны наш город стал запасной столицей страны. Сюда были эвакуированы правительства, 22 дипломатические миссии, около полутора тысяч предприятий и организаций. Долгие годы после окончания войны именно Куйбышев служил кузнецей управленческих кадров. Здесь сконцентрировались сильнейшая вузовская база. Огромный вклад в победу внесли промышленные предприятия нашего региона, транспортно-логистическая отрасль и система связи. Куйбышев обеспечивал фронт необходимой боевой техникой и вооружением. За годы войны заводы города выпустили 34 тысячи самолетов, 70 тысяч минометов, 44 миллиона подшипников, деталей для легендарных «Катюш» – корпусамин. С начала войны в городе и области было развернуто 27 госпиталей. Мы отправили на фронт полмиллиона мужчин. Ну, для человека, потому что женщины были там, но большинство мужчин, полмиллиона, а вернулось только половина. Вот что стоила нам эта война. И то, что мы столицей были второе, и то, что мы фронт-то и поили, и кормили еще. Сельское хозяйство сколько дало фронту. За трудовые подвиги более чем 20 тысяч тружеников тыла предприятий и организаций Куйбышева были удостоены Ордена Трудового Красного Знамени. Около 50 тысяч награждены медалью за трудовую доблесть. Более 44 тысяч человек получили медали за трудовое отличие. Трудовой подвиг жителей Куйбышевской области невозможно переоценить. После войны промышленность нашей губернии вышла на передовые рубежи. И последующие, послевоенные годы, вы посмотрите, Волжский автозавод «Мы», Волжский ГЭС «Мы», понимаете, это вот такие, ну, авиационный завод «Мы». ТУ-154, ведь это самолет, который перевозил 50% пассажиров в стране, среднемагистральный самолет. ТУ-95 стратегического бомбардировщика, он сейчас стоит на вооружении, при том, в достаточно большом количестве, они действующие бомбардировщики. Ракета первая построена у нас, и мы совершили 2000, около 2200 пусков с помощью этих ракет. И на МКС, и пилотируемых, и много местных, все было, все было. Поэтому мы заслужили и другими, посмотрите, ведь Владимир Ильич Ленин здесь 4 года жил у нас. 4 года, это надо понимать и помнить. Летом 1941 года, после начала Великой Отечественной войны, именно на территорию Беземянки были эвакуированы авиазаводы и другие промышленные предприятия из городов Центра и Западной Европейской части СССР. А 10 декабря 1941 года взлетел первый самолет Ил-2, выпущенный на Беземянской площадке. Беземянка появилась в годы войны, и ей мы обязаны вкладом Самарской области в победу. Город заслужил своими делами, которые в годы Великой Отечественной войны, вот эти 75 лет добились и куйбышицы-самарцы. Они одни из активных участников победы Великой Отечественной войны. В тяжелейших условиях военного времени область не только выстояла и оказала неоценимую помощь фронту, но и пережила своеобразную промышленную революцию, превратившись в один из крупнейших индустриальных районов страны. Для каждого самарца это, безусловно, очень знаковое событие, потому что многие поколения трудовых династий трудятся на территории города Самары. Все это люди, которые внесли огромный вклад в развитие промышленности Самарской области, города Самары. Общественная палата Скажите, пожалуйста, какие на сегодня основные и главные задачи Общественной палаты и Общероссийского народного фронта? Ну, очевидно, что у нас задачи были определены Владимиру Владимировичу Путиным, когда мы входили с вами в этап реализации национальных проектов. И Общественная палата, как институт, который осуществляет функцию общественного контроля согласно 212-го федерального закона об основах общественного контроля, и, соответственно, Общероссийский народный фронт, как, по сути, институт такого глубокого погружения в антикоррупционные схемы. То есть это было призвано для того, чтобы нам максимально эффективно вот те огромные деньги, которые заложены на реализацию национальных проектов, их 12, я хочу напомнить, их реализовать для того, чтобы гражданам жилось комфортно, комфортно, здесь и сейчас. Понятно, что пандемия внесла определенные коррективы, ну, вот, ну, что знаем, мы предполагаем, Господь располагает. Вот, и сегодня мне хочется отметить, что Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что сегодня, например, для работы Общественной палаты Российской Федерации, членом которой от Самарской области меня выбрали несколько месяцев назад, первое, это занятость населения. Мы понимаем, что это действительно сегодня для многих крайне актуальная тема. Второе, это здравоохранение. Мы увидели, что наша система здравоохранения, которую мы, конечно, поругивали, да, время от времени, за ее некую заскорузлость, вот именно за счет того, что в ее основе лежала вот та советская система здравоохранения, которая именно была нацелена на выход из чрезвычайных ситуаций и позволила нам, если сравнивать с другими странами, ну, в частности, не Варшавского договора, если мы про Европу говорим, мы, конечно, вышли очень оптимально из этой ситуации, то есть вторая задача здравоохранения. И третья задача – это образование, потому что мы с вами прекрасно знаем, что, понятно, детушки, понятно, у нас с вами какая-то вот уровень культуры, она определяется заложенным в нас вот этим внутренним кодом, да, российским внутренним кодом, культурным в том числе. Но образование сегодня – это, в принципе, и твое будущее место, и твой завтрашний день, извините, когда у нас все-таки работающие определяют уровень комфортного проживания в скобках пенсионного обеспечения наших людей, там, 65+, 60+, да, назовем, в принципе, нам образованием нужно заниматься. И я хочу отметить, что образование должно быть практическим, таким, которое бы было не теорией, что-то такое в голубых небесах повитали, а чтобы потом это образование можно было реализовать именно в плане экономической независимости, я уже об этом сказал. И Стелла, город трудовой доблести, является четким примером того, как мы смогли вот своих ребят смотивировать, потом профориентировать, и я извиняюсь тоже за такие слова, но мы живем в реальном мире. Это нормально совершенно. И после этого наши дети пошли, получив правильное образование в тех высших учебных, в среднеспециальных учебных заведениях, пошли уже работать на наш промышленный комплекс, который сегодня является, в общем, одним из самых мощных, ну, таких вот, как бы, развитых сегментов экономики среди огромного количества регионов, в том числе, Приволжского федерального округа. Я, например, хочу отметить, вот Ульяновская, Пензенская область, с огромным уважением отношусь к ним, но при этом у них четкая задача была в советские годы, это было обеспечивать жителей Самарской, Куйбышевской области, как региона закрытого, и который работал в первую очередь на оборонку, ну, России, Советского Союза, обеспечивать продуктами питания. То есть у нас регион, в котором акцентом стояла все-таки промышленная мощь. И поэтому мы с вами тоже в этом направлении должны работать. Почему? Да, все очень просто. Чем мы не просто нефть вынули из земли и отправили, продали, и там чуть-чуть на этом заработали, а мы ее вынули, мы ее глубоко переработали. Мы не просто произвели гранулы, там, поливинилхлорида, а сделали из этого стаканчики. Мы из этого сделали краски, которые уже продали в конечном итоге. В итоге вся добавленная стоимость осталась в регионе, и наши жители стали, соответственно, более богатыми. Вот об этом. Павел Александрович, я хочу направить вас, правильно ли я поняла вашу мысль, вот 20 городов будет установлена стела, причем одинаковая, да, по образу и подобию. А может ли это быть толчком к некому развитию, к примеру, внутреннего туризма, экономического развития? Вот взаимосвязь этих 20 городов в этом направлении как-то будет работать? Вот как вы считаете? Это хороший вопрос, это свежая мысль. Спасибо, что вы ее озвучили. Я думаю, что в обязательном порядке я ее вынесу на нашу комиссию под руководством Елены Владимировны Лапушкиной при рассмотрении вот этого вопроса о установке. Мне кажется, что в сегодняшних реалиях это как нельзя кстати. Причем я хочу отметить, я размышлял по поводу того, почему 20 городов, а не больше. Я все-таки считаю, что это, конечно, начало большого пути. Потому что да, у нас есть города-герои, которые принимали активное участие именно в боевых действиях. И сейчас мы все-таки пришли к исторической справедливости и стали говорить о городах, которые боевую, военную мощь все-таки ковали. Потому что понятно, что без наших самолетов, Л-2 которых 36 тысяч было выпущено за несколько лет, ничего бы не было. И поэтому, конечно, воспользоваться, а, возможностями, ну, например, туристической инфраструктуры, и причем воспользоваться, я думаю, среди тех 20 городов взаимоинтересно и взаимовыгодно. Потому что Волга-матушка, она привлечет большое количество к нам людей, и туристическая привлекательность повысит экономическую привлекательность. И с другой стороны, а может быть, сейчас нужно нам с вами не постесняться и сказать, что пора создать, может быть, клуб 20, для того, чтобы наши промпредприятия, а если все города, города трудовой доблести, это значит, у них потенциал-то был реализован как минимум 75 лет назад, 70 лет назад в полной мере. То есть, может быть, здесь нужно о каких-то там налоговых льготах, приверенциях, если будут совместные проекты. Может быть, это синергия при продвижении совместных каких-то проектов, направленных на расширение взаимодействия наших регионов. То есть материальные преференции какие-то дополнительные? Да сейчас материальные, сейчас нужно об этом в первую очередь говорить. Это хорошая идея. И, в принципе, мне кажется, что, может быть, в этом и заключалась одна из основных вот тех акцентных точек, которая была в указе президента прописана. И, соответственно, 2 июля оргкомитетом было принято эти 20 городов. Да. А Стелла, она будет нас объединять, ну, по сути, как определенный, ну, орден уж так сказать. А мне вот понравилась ваша мысль по поводу первого шага, первого этапа. Да, безусловно, очень много городов внесли свою лепту в побиду. Может быть, остальным, конечно, сегодня может быть обидно за то, что вот, ну, не вошли они в это число. Вот как вы считаете, как будет развиваться дальше эта ситуация? Я считаю, что у нас с вами реализован на сегодняшний момент указ президента, и сам механизм уже отработан. И я думаю, что если у нас есть на территории наших регионов и городских, муниципальных образований, есть такие институты гражданского общества, как общественные палаты, как региональные штабы Общероссийского народного фронта, которые объединяют вокруг себя среди членов, среди экспертов, объединяют самых активных, самых позитивных жителей этих регионов, этих городов, то, может быть, вот эти институты и могут выйти уже с инициативой продолжить вот этот процесс городов трудовой доблести. Потому что труд, труд по большому счету, даже с точки зрения, ну вот, божественной справедливости, которая в мире существует, труд, он определяет все-таки по большому счету наш завтрашний день. Бездельник в завтрашнем дне имеет пустыню. А мы работающие, самарские жители, жители наших городов, конечно, мы видим свою перспективу именно благодаря нашему труду и нашей голове. Хорошо. Забудем историю, потеряем страну. Есть такое выражение. Скажите, пожалуйста, вот какова ваша личная позиция как общественника? Кто должен сегодня заниматься с молодежью? Сохранением, конечно же, военно-исторического трудового наследия, патриотическим воспитанием? Ведь сейчас, согласитесь, об этом очень много и громко говорят. Я считаю, что наша позиция и профильных министерств, она принципиально правильная. Единственное, что я хочу отметить, мою позицию, что, конечно, в процесс воспитания нужно, мне кажется, привлекать в большем количестве людей, которые имеют серьезное свое вот это вот прошлое, ну, бэкграунд, я это слово назову. Те люди, которые действительно являются правильными, подтвержденными лидерами общественного мнения. Потому что через вот свою личную историю, только через нее можно и правильно рассказать, и донести на своем личном примере. Поэтому, конечно, ветеранские нужно, чтобы организации максимально привлекались. И, конечно, я однозначно хочу здесь заявить о том, что нам необходимо в большей степени, например, объединять национальные проекты культура и образование для того, чтобы вот они в своем объединении позволяли, например, студентам, школьникам наших образовательных учреждений в большей степени принимать участие в работе культурных учреждений, формировать те же, например, экспозиции народных музеев. Почему нет? Почему нет? Почему мы не можем, например, учреждения культуры привлекать наших шкалеров, которые сегодня в отсутствии школьных лагерей, ну, извините, бездельничают. Почему? Их не привлечь, например, к добровольному, добровольческому, ну, например, приведению в порядок наших исторических мест, которые дальше могут туда привлечь. И туристов могут, и, собственно говоря, и как-то рассказать о своей малой и большой родине. Поэтому мне кажется, что все-таки на личных примерах нужно сейчас вот и строить вот это вот развитие. А Стелла, город трудовой доблести, на котором будет в первую очередь замещен, конечно, герб нашего города, это, мне кажется, будет вот действительно та правильная квинтэссенция, та точка, которая позволит, ну, например, нам сфотографироваться со своим дедушкой, с бабушкой, или с папой, с мамой на этом фоне, и потом через жизнь уже дальше нести вот эту сопричастность, которая делает нас с вами самарцами. А вот есть такая информация, уже началась работа над проектом этой Стеллы, кто будет этим заниматься, и вообще, что будет олицетворять и символизировать? Я могу однозначно сказать, что согласно тем документам, которые у нас входят в комплект документов указа президента по поводу городов трудовой доблести, этим занимается Российское историческое общество, это будет стандартная Стелла, на которой будет размещен герб города и текст указа с указанием города, и, соответственно, там будут прописаны те преференции, которые нам будут полагаться 20 городам, которым мы с вами уже предложили войти в клуб городов трудовой доблести. Это праздничные мероприятия за счет федеральных средств, это салюты и другие мероприятия. Это 1 мая, 9 мая, День города, то есть три. Получается, что мы тоже немножко здесь облегчаем свой бюджет. И, конечно, это возможность вот этих вот совместных проектов, которые сегодня 20 городов точно, мне кажется, сейчас будут выстраивать между собой. Когда будет уже определено точно место Стелла будет изготавливаться, скажите, пожалуйста, определяет ли это какую-то дополнительную подготовку места, территории, благоустройство, подведение дополнительных коммуникаций? Ну, вот у этого места. Это будет за счет средств городского бюджета сделано. И мне кажется, что здесь город, вот именно получив на свою территорию вот эту Стеллу, этот памятный знак, этот магнит, в том числе магнит народного внимания, он, конечно, будет заинтересован эту территорию развивать, потому что благодаря этому на этой комфортной городской территории будет формироваться позитивное и, самое главное, увидевшее, что от своего голоса, от своего участия можно сформировать действительно городскую среду активного городского сообщества. Нас с вами. Вот того соседа, который время от времени ругается на мальчишек, которые во дворе там скрипят качелями. И эти люди, они вот именно на территории, которая будет сформирована вокруг Стеллы, город трудовой доблести, они в дальнейшем определят, может быть, какие-то новые пути, может быть, какие-то локации, которые станут славными, может, которые сейчас забыты несправедливо и станут славными для, ну, как минимум, истории нашего родного города, любимого и области. Ну и последний вопрос, который задам я в нашей сегодняшней программе. Как вы считаете, все-таки изменится что-то кардинальное в нашем городе с пересуждением почетного звания город трудовой доблести? Я думаю, что те 714 тысяч человек, которые проголосовали за то, чтобы нам была оказана такая честь получить это звание, мне кажется, эти люди, они и дальше не будут равнодушными. И поэтому мне кажется, что если сейчас мы с вами увидим, что мы поработали, мы получили четкий ответ от президента Российской Федерации и получили вот это звание, и получили осязаемый объект, субъект, культурный в том числе, это Стелла, то, соответственно, здесь мы с вами можем однозначно говорить о том, что у нас люди чуть-чуть вырастут у них крылья, и они и дальше начнут действовать во благо жителей, во благо развития города, во благо развития страны в конечном итоге, потому что мы все-таки говорим о всероссийской акции, где мы, поздравляю всех, с вами победили. И сейчас у нас трудный выбор, но он обязательно будет всенародным. — Благодарю вас за очень интересную, позитивную беседу. И по традиции хочу предоставить вам заключительное слово, что бы вы сейчас хотели бы пожелать жителям нашего дорогого города, пожалуйста. — Ну, я в первую очередь хочу пожелать нашим жителям, чтобы вы были все здоровы, чтобы у вас в семьях, конечно, был обязательно мир, порядок, и все у нас с 1 сентября, все будет, все пойдем в школу, все будет замечательно. А если у нас с вами появляется такая возможность, благодаря нашей активности получить в наш регион, в наш город еще дополнительный объект, в том числе и привлекательность, которая сюда привлечет из других регионов, и, соответственно, повысить нашу экономику, то, мне кажется, всегда нужно постараться это сделать. А самое главное — будьте здоровы, живите с миром. — Спасибо большое. Это наша победа, это нужно сберечь. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok